всем привет меня зовут юлия гендина вы смотрите мой канал посвященный интерьерному вязанию мы с вами точнее я пока начала вязать вот этот цветной цветочный мозаичный плед и обещала вам рассказывать обо всех этапах вот пожалуйста следующий этап как вы видите уже почти три орнамента вывязано почему я говорю почти три потому что третий орнамент это всего лишь половина это только часть этих веток будет еще одна симметричная то есть ветки будут расположены а симметричная вертикальная оси еще с правой стороны это связано половина пледа он 170 сантиметров в длину и сейчас он 65 сантиметров в ширину давайте посмотрим его пабли так давайте посмотрим поближе это вафельное вязание мозаичное что значит вафельная называю его так потому что вот как вы видите вблизи она состоит из таких вот вырезанных квадратиков есть классическая мозаика когда рисунок получается за счет провязывания столбиков с накидом как и здесь но здесь в качестве пикселя для рисунка используется квадрат да то есть пиксель рисунка это вот такой вот квадрат тогда как в классическом мозаичном вязание пиксель для рисунка это одна такая клеточка за счет того что здесь я использую вафельную мозаику рисунок получается объемнее, крупнее, что для пледа в данном случае мне как раз и нужно было. Это цветочный плед, в котором узор спускается вот так вот вниз, как лианы, так и было задумано. И из-за того, что это плед, я хотела, чтобы рисунок был хорошо виден, поэтому здесь у нас как раз вафельная мозаика. Начала я вот с этого орнамента, вы его видели первым, вот этот орнамент был вторым, и сейчас я вторым, и сейчас я вывезу вот этот третий. Он еще не закончен, как я уже говорила в начале видео. Здесь еще будет симметрично вот так располагаться еще ветки. Соответственно, он у меня окажется центральным в моем пледе. Дальше я расположу еще два, и плед будет закончен. Я думаю, что в ширину он выйдет где-то еще 65, ну, наверное, метр сорок, где-то так. Плед получается, несмотря на что, легким. Я его взвешу в конце, я засекаю, сколько пасм у меня уж уйдет, и какой вес будет итоговым, все вам расскажу. Вяжу я из пряжи дундага, это темно-синий фоновый, вам кажется, что он черный, на самом деле он темно-синий вот этот вот, и охра, но он градиентный, то есть даже здесь через телефон можно видеть, как цвет передается. То есть он переходит из охры в нежно-персиковый, в ярко-желтый, обратно в охру, и за счет этого вот эти вот мои цветочные мотивы переливаются. Мы с вами уже обсуждали и в телеграме, и здесь, что, конечно, если бы были зеленые ветки, было бы еще круче, но я выбрала бы тогда тоже градиентные оттенки зеленого и пустила бы их на белом фоне, но это будет следующий плед. Здесь я хотела именно такой золотистый охренный оттенок на темно-синем фоне. Ну что ж, буду продолжать вязать, пока жду от вас комментариев, как вам нравится, хотели бы вы связать себе такой же, считаете ли вы правильным выбор рисунка, правильно ли с вашей точки зрения выбрали бы вы также именно вафельную мозаику в данном случае. Я еще, конечно, скажу, что если бы это была классическая мозаика, рисунок был бы слишком мелким. Здесь он прям дает вот этот вот объем цветочек. И вяжите с удовольствием, обязательно будьте здоровы, и обязательно покажу вам следующий этап, когда движу. Спасибо!